Когда есть ворота, это не открыто. Поэтому ворота надо убрать. Открытое море, красивая набережная. Такая цель оправдывает многие средства. Власти Сочи намерены отстаивать свободу передвижения здесь, вплоть до обращения в суд. И вообще, мы говорили, разгородиться. Таким образом люди должны гулять по набережной и там, и здесь. Вообще, в этом сезоне перемены на центральной набережной более чем заметны. На месте прошлогоднего оползня светлое строение в типично южном стиле. Оно же фактически подпорное сооружение. Перед проектировщиками стояла именно такая задача. А еще удалось убрать разнокалиберные торговые павильоны. Когда попадали на место так называемого пляжа Потанино, так в народе его называют, всегда говорили, ой боже, а что ж это за рынок такой. Вот теперь там рынка, как вы поняли, не будет. Там будут предприятия общественного питания, ну несколько бутиков, ну и верхний этаж будет рекреционный этаж. Пляжи от прогулочной зоны отделяют цветущие растения. Еще года три назад такого здесь не было. Как и гранитные плитки с практически вечной гарантией. Теперь ею заменят обычную плитку и в начале набережной. Пополам сделано, на две полусы разделим набережную и будем поэтапно. Понимаешь, еще раз говорю, что, во-первых, до первого сентября надо успеть. Успеем? Работать ночью, не беспокоя отдыхающих, еще одно требование администрации курорта. И все эти усилия, похоже, уже имеют успех. Мы не дали все приехать вчера. И можно сказать, что мы первый раз здесь в Сочи. И нам очень нравится пляж, вода очень чистая, все шикарно. Нравится, что здесь там всякие рестораны, там кафе. Вид очень красивый на море. Впрочем, парковые зоны над набережной не менее важны. Контроль над озеленителями будет таким же постоянным. Да и за растениями, за состоянием плитки тоже следят. Задача в том, чтобы этот уход был беспрерывным и всесезонным, как и сама жизнь курорта. Галина Моисеева, телекомпания «Ивкатэ».